Девушки отдыхают 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 аварию и с 97 года я начал опять восстанавливаться сам и начал восстанавливать ребят инвалидов которых пригласил к себе на тренировки этот момент помню нет когда на большой на вашей кровати мы сидели тебе кто-то позвонил по телефону а я там что-то ли телевизор смотрел то ли чё я прям полка после аварии там получилась ситуация такая 4 месяца отлежал в госпитале хорошо что я занимался всю жизнь спортом и когда вот получился вот этот переходный период надо было вставать уже с кровати я весил тогда очень мало и очень был худой и слабенький то мне приходилось как бы тренироваться и тут до меня дошла такая мысль что просто напросто такая же обычная тренировка как и тренировка в спортивном зале то есть задача была сесть на кровать сел на кровать научился садиться потом надо было сесть на коляску научился садиться на коляску причем дальше надо было ездить опять я заставлял себя как бы ездить вот коридор там был длинный больницы на научился ездить вот по этому коридору и получилось так что вот эти вот эти вот все вещи надо было придумывать для себя какой-то стимул чтобы все это делать Ну вот самый первый стимул там был, чтобы сесть, например, на кровать, тебе приносили еду, и ты должен обязательно есть сидя. Научился есть сидя на кровати, потом надо было, опять вот как-то с едой было это связано, приносили еду в палату, надо было обязательно с кровати сесть на коляску и подъехать, обязательно сесть поесть. Супруга находилась рядом со мной всегда, помогала там, настраивала, поддерживала. Просто Марине, конечно, досталось во всем этом, во всех этих вещах, во всех делах, я не знаю, она молодец вообще, просто вот такая крепкая духом человек оказался. И слава богу. В семьях, когда человек попадает в какую-то там аварию, катастрофу, там, и становится инвалидом в семье, остаются вообще по статистике 10% сами по себе. У нас даже вопрос этого не стояло, то есть мы понимали, что вот мы живем вместе и будем жить вместе. Потом дочь родилась, еще вот как-то все вот это вот так вот, вот оно слепилось. Почему после аварии не ушел из спорта? Ну, наверное, спорт, вся моя уже жизнь была связана спортом, со спортом. И ничего другого я как бы себе и не видел, и не подразумевал. Я просто посмотрел на это уже под другим углом зрения. То есть спорт не для достижений, а для восстановления организма. Будучи тренером по самбо, все время звал ребят инвалидов, чтобы приходили заниматься. Ну, как-то вот отклик такого не было в то время, когда я был на ногах. А когда я попал в коляску, вот почему-то это получилось как-то вот, все восприняли как своего, и все пришли, начали тренироваться, начали заниматься. Нам повезло, в том зале на Гагарина 8 стоял стол для армрессинга. Его сварил в свое время еще учитель физкультуры, который занимался в этом зале. И он так и стоял. Я посмотрел на него, то есть инвалидные ноги не ходят, а руки-то у всех здоровые, крепкие. Давайте займемся армрессингом. И мы начали потихонечку вот заниматься. Начали бороться на руках, хотя не знали ни техники, ни правил, ничего не знали. Я понял, что моя карьера в самбо закончилась, а вот эта вот новая стезя, которая открывается, как раз то, что надо. Опять же, это тренировки, опять же, это подготовка самого себя, силовые какие-то моменты, плюс сила воли обязательно. У нас не было в группе одних инвалидов, у нас не одни инвалиды, вернее, у нас были ребята и здоровые. И вот этот вот момент такой, я считаю, что очень хороший, положительный, что и здоровые инвалиды занимались вместе. Оно вот дало о себе знать, потому что потом ребята здоровые начали тоже заниматься армрессингом. Пришлось ездить на соревнования не только с ребятами-инвалидами, но и со здоровыми ребятами-спортсменами. У нас ребята здоровые потом уже съездили и на первенство России они выступали, и на чемпионате России выступали. То есть вот такой положительный момент я вот в этом видел. Ну и, соответственно, я тоже начал ездить на соревнования на все. Московская область у нас, чемпионат России, чемпионат Европы, чемпионат мира. Вот я на все эти соревнования ездил. Завоевывал места, где-то лучше, где-то хуже. Но, тем не менее, за это время я выполнил норматив сначала мастера спорта и потом мастера спорта международного класса. Мои ребята выступали на соревнованиях прекрасно. Руслан Мамедов, многократный чемпион мира. Роман Кругликов, многократный чемпион мира. Вячеслав Апсиенко, чемпион мира. Таня Киликова, чемпионка мира. Полянский Степан, чемпион мира. Андрей Никулин, чемпион мира. Это все ребята, которые в нашей группе. Теперь вверх пошла борьба. Отработка вверх. Андрей Никулин, вверх. Отработка, петь вверх. Кто вверх, хорошо. Требования очень всегда суровые, жесткие для всех. Здесь, вот я сразу говорю, ребята приходят, это наша работа. По поводу особенных подходов для ребят-инвалидов. Убрал я эту особенность. Не нужна она совершенно никому. Если вы пришли и занимаетесь спортом, все, вы никакие не особенные. Вы спортсмены, которые решили стать чемпионами. Я себя поймал когда-то вот, когда только-только с ними начинал, я поймал себя на том, что я жалею их. А когда жалеешь, то невозможно человека настроить на тот результат, который он должен показать. Армрестинг для ДЦПшников – это тот вид спорта, который вот им как раз и нужен. Даша, вверх, рюк и движение вбок. Давайте. Смотрим на руку. Даша, и теперь вверх, вбок. Просто проваленной кистью. У нас Даша занимается, девочка, и она в Серпухове живет. Вот. У нее одна рука очень сильная, а вторая рука слабенькая. Так вот, тренировками, занимаясь армрестингом, тоже у нее ДЦП, занимаясь тренировками, у нее сейчас рука, которая слабенькая была, она просто сейчас стала более-менее нормальной. То есть сильная рука, она так и остается сильная, а эта стала более-менее нормальной. Мы даже смотрим, вот с мамой иногда, Леной, на ее руки, и, то есть, видимо, что рука как будто восстанавливается. И она борется на этой руке. Сергей Андреевич мотивирует нас своим личным примером. Очень важный человек в жизни, он именно направляет, он увидел во мне какие-то задачи, потому что вот будем заниматься, будем стремиться и достигать. Вот. И вот пока все достигли. У нас вообще сейчас разбито, на самом деле. Ребята инвалиды занимаются, вот армрестингом занимается, это вот основной состав у нас занимается. Но есть ребята, которые, например, слабенькие. Эти ребята у нас сейчас, вот они играют, такая игра из Жульбак, и они играют сейчас в дартс. Сейчас мы относимся к муниципальным бюджетному учреждению спортивной школы Олимпийского резерва. У нас находятся два отделения, это армрестлинг, отделение армрестлинга и отделение адаптивной физической культуры. По армрестлингу у нас занимаются и здоровые ребята, тренер Роман Валич Кругльков и Вячеслав Игоревич Овсиенко. Сами не ребята инвалиды, но ведут здоровых ребят и тренируют их. По адаптивной физической культуре занимаемся, тренируем мы вдвоем, я и Ольга Анатольевна Олейник. По самбо я тренирую. Я работаю сейчас в паре со своей ученицей, это Ольга Олейник, она мастер спорта и по самбо, и по джидо, была в свое время чемпионкой России. Ку-ку! Кто-то прячется, ой, кто-то прячется, ой, кто-то прячется. Портвино, я так считаю, что это город, в котором я прожил всю свою сознательную жизнь. Приехал я сюда в первом классе и до сих пор здесь живу, до сих пор работаю. Этот город дал мне образование, этот город меня воспитал, и я работаю сейчас на благо этого города и стараюсь сделать так, чтобы наш город везде прославлялся, везде славился и все знали об этом городе. Ну и, соответственно, поскольку я прожил в этом городе всю свою сознательную жизнь, это моя любовь. Самым главным своим достижением я считаю чемпионка Тони Боровикова на чемпионате России стала чемпионкой по шашкам. Никогда к игровым видам спорта вот такого отношения не имел, а здесь вот как бы пришлось коснуться, и мы тоже ее поддержим. Главная цель сейчас это то, чтобы кто-то из наших спортсменов все-таки попал на Олимпийские игры. Как тренер, да, вот вершины определенные взяты уже, все, выше ничего нет к Олимпиаде, поэтому хочется, чтобы все-таки на Олимпиаде ребята выстрелили. Для меня герой нашего времени может быть любым человеком, который старается, стремится, идет на вершину, преодолевает себя и хочет доказать все-таки этому миру, что он может и хочет что-то сделать во благо этого мира. Субтитры создавал DimaTorzok